Welcome, welcome, welcome! У нас сейчас будет урок истории от Шукс и Маркса. Давайте послушаем, что они хотят нам рассказать. То, чего я, наверное, не знаю. Может, и знаю. Ну, это рассказывает, что Кабум выбил тогда команду Альянс, и команда Клауд Найн прошла в групповую стадию. Все? Это конец истории? Так эту историю мы знали. А что, все? Так это мы все знали. Я думаю, какую-то еще историю нам дадут про Японию. Японские команды, может, когда-то американские побеждали в ключевой игре, и из-за этого не проходили какие-то другие команды. Но нет, нам рассказали просто про команду Альянс, которая проиграла свою встречу команде Кабум, и это было на чемпионате мира, и из-за этого команда Клауд Найн вышла в групповую стадию, из групповой стадии в плей-офф стадию. А команда Альянс, которой прочили вообще чемпионский титул. Серьезно. Уровень их игры был настолько высок, и собраны лучшие были игроки со всего мира, не азиаты. И все прочие люди, что они могут занять, ну, если не первое место, то финал уж точно. А они вообще вылетели в групповой стадии. После этого больше таких действий ни один регион себе не позволял. То есть начать просто скупать самых сильных игроков себе, и как получится дальше. Если скупали, то скупали не по всему миру игроков, а со своего одного региона. Лучших игроков набирали. Так, конечно, тоже делали. Ну ладно. Так вот, что у нас сейчас будет? У нас сейчас будет играть команда Клауд Найн, Тир 3 американского региона против чемпиона Японии, команда Детонейшн Фокус Ми. Детонейшн Фокус Ми в прошлом круге почти победили команду Клауд Найн, зажали их под вышками. Под двумя Нексусскими вышками, убив три ингибитора перед этим, и не смогли закончить игру, даже имея Нашора и Элдер Дрейка разом. Потому что очень хороший заход со спины организовал у нас Ликариш на Лиссандри, зацепился за двух керри, один из которых был Зик, второй керри был у нас как раз-таки Варус. Убил их двоих, и все. Показывают нам Детонейшн Фокус Ми в Инкондишн. Уберите Кайсу от Сники и выигрывайте партию. Ну, по логике, вроде все верно. Кайс от Сники дико хороша, если вы сами не играете на Кайсе, зачем вам мучиться против этого чемпиона? Что же касается команды Клауд Найн, им вообще ничего уже не нужно от этой игры. Они в любом случае остаются на первой позиции, что выиграют, что проиграют, и могут на расслабоне играть эту партию. Либо просто продолжить победную серию. Не знаю, как там сейчас будет мотивировать Риппер свою команду, но он явно постарается. Клауд Найн убирают Хеймер Дингера, убирают Зикса, потому что они не придумали против Зикса ничего хорошего в прошлый раз. Сам Дженсен в своем интервью говорил, что он запутался, когда взяли Зикса. И когда Риппер ему сказал, кого ты хочешь против Зикса, у Дженсена в голове аж пять вариантов было, каких чемпионов сыграть. И он выбрал, как он сам потом сказал в интервью, худший вариант. И он выбрал худший из всех возможных. Он взял Ирелию. Думал, что сможет засноуболить линию, убивая просто Ирелия и Зикса раз за разом. А в итоге ничего он не смог сделать. Зикс фрифармился, Ирелия тоже фрифармилась, и они проиграли лейнинг-фазу. И убирают Акали. Команда Клауд Найн просто поломали мидера. Команда Детонейшн Фокус Смит дали Дженсену, по сути, легкую линию в любом случае. Давайте посмотрим. Ургот на ФП. Ургот для лекариша. Клауд Найн на синей стороне. Вчера играли. Ну, позавчера, зимните, против Кабума играли. Не помню, что взяли. А, Трокс они взяли, да. То есть они пауэрпик в любом случае забирают на ФП, если у них есть такая возможность. Был Атрокс, теперь это Ургот. Ну, посмотрим, как будет дальше. Выбраны чемпиона. Камилу тут же берут. Команда Детонейшн Фокус Смит. Лучшего своего джанглера они усиливают лучшим его чемпионом. Я вам про это говорил. У него лучшие чемпионы Скарнер, Ноктюрн, Камила. Вроде я вам это и должен был сказать. И добавляют Тамкенча, потому что Камила дынается Тамкенча. А может быть это Еви будет играть на Камиле. А что у него? Фиора Камила Гнар Орн. Камила у него есть тоже в списке. Так что эта Камила может быть флекс пиком. То есть она может быть заменена. И Дрейвен появляется от Снеки! И Дрейвен не простой. Дрейвен с трэшом. Команда Клауд Найн решила играть мидгейм. Просто делать ол-ин. Просто добавь воды, как говорится. И вскипятить чайник. Добавить немножко кипяточку в доширак, который у вас есть. И быстрого приготовления блюда японское будет готово. Так решила команда Клауд Найн сыграть. Ну, посмотрим. Диатон Эйшн Фокус Ми могут сейчас включить режим шашлыка. Очень долго готовить что-нибудь. Там мясо выбирать, мариновать его. Могут попытаться ответить своим доширакам. Посмотрим. Доширак на доширак. Будет. Почему он про еду начал говорить? Потому что я голодный. Мы сегодня с вами сидим. Уже столько времени. Вы-то там едите. Кто-то уходит. А я, я голодный. Мне никак не поесть, не приготовить. Тут же матчи нон-стоп идут. 7 часов или сколько уже часов подряд мы стримимим без... Ну, там перерывы есть на 5 минуток. Но это ерунда. Да, 6,5 часов мы уже сидим. Я уже проголодался. Поэтому... Не, я перекусываю периодически. У меня печеньки были. У меня бутербродик был. Но этого всего недостаточно. Рамен. Какой доширак. Да, кстати, они рамен. Рамен, блин. Рамен. Рамен приготовить могут японцы. Это доширак как раз американцы, скорее. Карма и Галлио были забанены командой Cloud9. Защитные саппорты. Странно вот видеть Галлио бан, учитывая, что он очень хорошо подходит под сетап команды Cloud9. Видимо, сами хотят сыграть еще и Ассасином на миде. Эз появляется у Детонейшн, Фокусми и Ноктюрн. У них какой-то тоже дайв сетап по убийству Дрейвена направленный. Возможно, это Дженсона Лулу будет сейчас. Либо Мальзахар, его любимый на миде. Когда команда Cloud9 играет через мидгейм, они вот как раз такого чемпиона очень любят брать. Мальзахара. Сейчас посмотрим. Задумали из команды Cloud9. Скорее всего, это будет сейчас Джанглер тогда взят. Нет, Лебланка. Синдра была открыта, но Синдра так себе будет работать против Камилы и Тамкенча, сами понимаете, и Ноктюрна. Поэтому они выбирают Лебланку, который чувствует себя гораздо лучше. И Зейзл будет сейчас выбирать для как раз таки Блабера чемпиона. И как прямая контра есть Олаф. Они выбирают Ксинджау. Кто тоже, кстати, хорошо работает против Ноктюрна. Идея понятна. Команда Cloud9. 35 минут сетап. В атаку. В атаке. И Детонэйшеном, гипотетически, надо сейчас взять сильного лейтгейма Мидера, и у них будет все зашибись в лейте. Если же они сейчас возьмут себе чемпиона, который тоже только в начале игры может сражаться, то тогда у нас будет обоюдоострая борьба доширак на доширак с небольшим преимуществом команды Детонэйшен Фокус Ми. Но они взяли Синдруид. Как говорится, ни рыба, ни мясо. Это вермишель. Соответственно, блюдо, которое будет готовить команда Детонэйшен Фокус Ми, это все же Раман. А команда Cloud9 готовит у нас быстрого приготовления доширак еще более быстрого, чем, конечно же, у Детонэйшен Фокус Ми. У них чуть-чуть лейтгейм посильнее, но не на много. Там 55% я бы им отдал. Лейнинг фазы равные. Тут есть свои минусы у Cloud9, свои минусы у Детонэйшенов. Например, минус команды Cloud9 это Синдра Лебланк. Лебланк вообще ничего сделать не может на этой линии. Но плюсы это Ургот. Против Камилы. Плюсы это Ксин против Ноктюрна. Дрейвен с Трэшом вряд ли что-то смогут сделать Эзу. И там Кенчи, там абсолютное равенство. Стоит на ботлейне. В мидгейме чуть-чуть посильнее команда Cloud9. Именно из-за того, что появляется у них Урготовская ульта с Ксинджавовской ультой. Ксин может спокойно переживать ульту Синдра, сами понимаете. Синдра будет давать ульту, Ксин будет ставить свою ульту. И привет пока, он не умирает. Но это будет мясо. Ну должно быть по крайней мере мясо. Точнее вермишель. Раз уж мы продолжаем кулинарные наши метафоры, то это должна быть вермишель с обеих сторон. А можно сказать механику Дрейвена и там Кенчи? Если идет автоатака с топором Дрейвена в союзника Кенч, автоатака не долетает. Его Кенч глотает, а топор потом пропадает или отскочит. Топор полетит, ну то есть ты дал автоатаку, топор летит в свою точку, в которую надо, если там Кенч его проглотил и не затащил Дрейвена в эту точку, где лежит топор, то он пропадает, как это обычно и бывает. То есть топор ты теряешь. Макароны по-флотски. Не, Макароны по-флотски сегодня уже были. Не-не, ребят, вот давайте без этого. Макароны по-флотски была первая игра против Джерексов. Сегодня Гамбиты со своим Зоей, со своим Эзом пытались приготовить блюдо. Лучше бы шашлыком занимались, как умеют. А то в итоге получилось у них не макароны по-флотски, а просто, не знаю, какое-нибудь блюдо отвратительное назвать. Но все блюда вкусные, поэтому просто блюда не получилось, скажем так. Они решили делать макароны по-флотски, а в итоге мяса не оказалось и макарон тоже. Одна вода только была, ребят. Одна вода. У команды Гамбит оказалась первой партией. Флот по-макаронски. Да, получился флот по-макаронски. А вышла сосиска в тесте. Да. Причем очень глубоко эта сосиска в тесто залезла команде Гамбит. Но они вроде как уже выбрались из этого, точнее вытащили уже эту сосиску из своего теста. И сейчас команда Гамбит будет уже готовиться к Best of 5 против какой-нибудь команды Тир-1. И одна из таких команд может быть команда Клауд-9. Сами же Гамбиты в своих интервью-юроках говорили, что они желают попасть, если будут на номер 2 команде, желают попасть против G2, либо команды Клауд-9. А вообще Клауд-9 они называли самый слабый. Почему G2 они хотели получить? Потому что с ними они, мол, тренируются. И знают, как играет их соперник. А вот Клауд-9 они вообще назвали самой слабой командой Тир-1 этапа. Ну, не зная, что там по самым слабым командам, Клауд-9 вообще-то проходит 4-0. И по статистике они не сильно отличаются от команды G-Rex. Поглядим, как будет в этой парте. Кстати, кто не знает, Сники вообще-то начинал Лигу Легенд. Про-сцены он играл уже в основном Ашу с Лемонайшеном Зайры. Но до про-сцены он начинал как Дрейвен Мейнер. И Сники по-прежнему на стримах периодически играет Дрейвена. И поэтому не удивляйтесь, что Сники Дрейвена взял. Он знаменитый Дрейвен, очень хорошего уровня игрок. Тяжело готовить шашлык, когда тебя прокручивают на вертеле. Эта метафора очень тяжелая для моей фантазии, но я все же смог представить, как это выглядит. Я представил Эдварда, который привязан к палке. Его прокручивает, но он держит в руках шампуры и говорит, «Так, ну готовьтесь мясо быстрее, чем меня приготовить». Ну, черт. По-моему, я уже угольками покрываюсь, а это мясо все еще не приготовилось. Да. У нас здесь ловит Еви Лекариша. Ну, он не первый раз уже так делает. Лекариш, кстати, специально играет в такую агрессию. Хочет спровоцировать приход сюда темного демона. Но темный демон сюда не идет. Демону ночи плевать на это. Ждет, видимо, тогда уже ошибку Еви, который прыгнет. Лекариш продолжает нагло так играть против Еви. Еви не впрыгивает, и Ноктюр находит на рекол. Мир Трутмай, Жвачка, оба джанглера не встретились. Но с потерей темпа прошел у нас Блабер лес. Посмотрите, у него весь лес, конечно, появился. Одновременно они среколились. У него, получается, на пинкварт меньше у Блабера. Но теоретически у него сейчас куча фарма есть в лесу. Потому что он два краба забрал речных. Но если задуматься так, заранее он уже потерял много темпа. Потому что Ноктюрн получит шестой левел тогда же, когда и Блабер. Только у него будет больше времени на потенциальный ганг. Тем временем, Дрейвен 94 стака уже. Четвертая минута, жесть, как стаки набирает. Вот когда профессионал Дрейвен играет, он не теряет топоры. Он бегает постоянно с топором, поднимает. И кто не знает, каждое поднятие топора увеличивает тебе стаки. Каждый убитый шестой крип дает тебе стак. И еще дополнительно идут стаки за каждого подряд убитого шестого крипа. И когда ты играешь профессионально, ты не теряешь крипов на линии. То есть их 6 добиваешь. Поднимая при этом топоры. И там с линии, с пака крипов, который приходит, чуть ли не 25 стаков сразу зарабатываешь. Просто жесть, конечно. Сники показывают нам тут. У него соточка на четвертой минуте. Кто не помнит, предыдущий Дрейвен, которого мы сегодня видели с вами. Дрейвен от команды КЛГ, по-моему, был. Он сделал 100 стаков на седьмой минуте. Там было 110. Сники сделал на пятой минуте 100 стаков. То есть вот сравните разницу Дрейвен Мейнер и Дрейвен Пикер просто. Блабер, выход на Цирроза. Ой, какая цепь! Но там флэш! Флэш сразу же Блабер! А Блабер пытается добить их! Килл уходит команде КЛЯУД НАЙНЕ! Ничего себе! Ну это рисковый килл на самом деле был. Они понимали, конечно, что у Сила не будет еще шестого уровня сделать контр-действия какие-то. В этот момент Хоук от Зайзала цепляет Ютопона. Ютопона прогладывает Вивит и уходят они в сторону. Или подождите, нет, это как раз таки Ютопон был на Дрейвене. Стоп! Я вспомнил. Там же... Нет. Нет, там не Дрейвен был. Там был Сарака Вейн. Сарака Вейн, да-да-да. Все верно, все верно. Дрейвен был у КЛГшников. А там была Сарака Вейн. Я просто помню, что сегодня Ютопон играл. Классно, классно. И он успел еще красный смайт нажать именно из-за этого красного смайта, так как Ешка бросает он хит-эффект. Ешка прокнула красный смайт Блабера, и из-за этого догорел Цирроз. Ликариша не поймали, не угадали, в каком кусте он прячется. Хотя даже если бы угадали, мне кажется, они все нового не поймали. Тем временем Дженсен знает, что Цирроз здесь у нас немножко сейчас без самонерок. У Дженсена есть флэш, и он получил шестой уровень и зонит. Зонит уже японского медлейнера. Напоминаю, что японцы прекрасно понимают, если они выиграют сейчас партию, они проходят следующий круг. Если они проиграют эту партию, у них будет переигровка сразу же после этой игры. То есть им там дадут 10 минут, конечно, перерыва, но по факту надо готовиться уже к следующей игре тоже где-то морально. И может быть даже из-за этого они не показали суперпики свои какие-то, а где-то против Клауд Найн решили сыграть без сетапа. Обратите внимание, их чемпионы бесэтапные, но правда у Клауд Найн все равно в атаку. У Клауд Найн макароны. Тем временем, 1-0 плюс 600 золота и потенциальное убийство для Синики здесь висит. У Ютапона нет телепорта, то есть он вернуться на линию теперь не сможет. Но Синики ждет, ждет пока сюда Ксин придет. С другой стороны, у команды ДФМ есть сейчас телепорт у Еви, правда есть телепорт у Ликариша. И самое главное, есть Ноктюрн, который может сюда ультануть, а Зайзалу это не Томкенч, он не сможет Трэшом спасти от Ноктюрна Дрейвена. Дрейвену придется как-то самостоятельно выбираться из этой ситуации. Аккуратничают сейчас все игроки команды Клауд Найн. Обратите внимание, по миникарте все, кроме Дрейвена, ведут сейчас аккуратно себя. Почему? Потому что знают, что Ноктюрн свободен. Ноктюрн может сделать ганг. Они не знают, где Ноктюрн. Они догадываются, что вроде как он синий, только что отдавал Синдре, но находиться он может где угодно. В этот момент Евика перекидывает Ликариш, очень аккуратненько не пошел в ол-ин, многие бы здесь сорвались. Но он понимал прекрасно, что это может быть байт, нужно дождаться Ксена. А вот ботлайн команды Клауд Найн ведет себя агрессивно, потому что они вот теперь увидели, где Стилл, но и догадывались, что он, скорее всего, пойдет в Красный Лес после синего бафа. На реке там Краба вроде Дрейвен ходил забирать, если мне не показалось. Хотя Краба там не должно было быть. Там же Краб появился сейчас у Ксена. Да, да. Блабер идет на топ-лейн, но это на контрганг. Он ждет ол-ин от Ноктюрна, и Ноктюрн сделает ее. Блабер сможет ли прикрыть? А, уже ушел. Все. Ушел у нас на полет Ликариш. И телепорт он свой пока все еще не тратил. Он потратил какой-то навык, он поменял. Я только что видел, у него сам у него же спелл откатывался. Он что-то взял себе, видимо, в Еве кинул, и поменял его назад. Получается, телепорт у него откатился. Синий баф отдает тут Блабер Дженсену. Показал мне свое положение. Но они все равно знали, где Ноктюрн находится все это время. Почему они не делают шоу? Кто-то, видимо, не мне пишет, про какое-то шоу там говорят речь. Речь идет про шоу, ребят. Ну, а у нас здесь Лига Легенд, Чемпионат Мира. Последняя игра для команды Клауднойн в этой групповой стадии. После этого их ждет уже матч против Тир-2 команды. Все Тир-2 команды пока нам неизвестны. Поэтому Жеребевка будет позже по Дженсену на Оллен. И он выживает на 50 здоровье. Ну, Дженсен наверняка сейчас про себя думает, что ошибся. Попал он под станцироза. Нельзя было, конечно, так подставляться. Но при этом он не умер на линии. Так что снял просто с Цирроза кучу маны. Снял с него ульту и Клинс. В плюс. Мидгейм за Клауднойнами. Да, за ними и Ленингфаза, и Мидгейм за ними. У них чуть-чуть слабее Лейт, но только чуть-чуть. То есть там где-то 55%. Ну, может, до 60% можно дотянуть. Все же... Я просто не уверен насчет Ургот Камилы. Вот этого противостояния. Насколько сильно способен Ургот сдерживать Камилу. И наоборот, соответственно. От этого как раз 5% эти могут меняться. Сняки пошел в Оллинс по Ютопону. Зайзал прыгать наперед. Ловят они Вивида. Вивида есть Ешка. Он может еще себя снять. И не успевает! Подкидывание Блаберду. Как же Блабер классно сыграл. Вы это видели? Он дал 2 автоатаки. И дальше ждет специально со своей автоатакой. Чтобы подкинуть, если тот не успеет нажать Ешку. Но килл не достается Дрейвену. Подходит сюда Силу. Сила есть ульта. Но он не будет делать Оллин. Он просто прикрывает Ютопона. Команда Клаудна не зарабатывает килл для Дрейвена. У которого уже 280 стак. Это 1500 на руках Дрейвена. В такой же самой ситуации сегодня КЛГшники были. Точно такая же ситуация была. На 10-й минуте Джарван пришел. Помните, да? Когда убили Эдварда. Джарван туда пришел. Сколько тогда было стаков? Я вам напомню. 190 было стаков. Это я опять же намекаю на то. Да, он мог уже Ютопону ударить. Но он знал, что если он ударит этого парня. Он потом просто выфлешается оттуда. Так вот. У Дрейвена Сникки гораздо больше стаков. Это опять же про уровень. И все остальное мы говорили. Наверное, это логично. То, что Адекерри команды Каос Латин Геймерс. Дальше должен играть хуже, чем Сникки. Тоже на роли Адекерри. Соответственно, на том же самом чемпионе. Кто кого застанет в Ругот? Е или Камилла, если они одновременно прожим? Честно не знаю. Я знаю, что Грагас победит их всех. Знаю, что Камилла станет Джарвана. Знаю, что Камилла станет Сиджуани. А вот с Руготом не знаю. Товар дайв по Руготу. Там Кенч вместе с еще одним игроком. Это у нас Ютопом прилетает сюда на Эзи. Лекариша они пытаются добить. У них это получается. Но немного очень здоровья на этом теряет. Ревина ульта пошла. По миду проходит. И ворует крипов. Немножечко подворовывает Сники у нас на миде у Дженсена. Но вышку на топе задефать не получается. И теряет игрока команды Кладной. Правда, с большим паком крипов они дальше идут. Тир-2 бить уже. Это размен. Две вышки за одну. Пошла Эзовская ответная ульта. Зачищает она парочку только крипов. И минус вышку делает команда Кладной. Ну и вряд ли потеряет вышку Тир-2 там. Там просто Эз чуть-чуть пофармился. Ну что, молодцы. Ютопону могу поставить плюс. Ну не только Ютопону. А японцам за вот этот вот момент они понимали, что не смогут больше оборонять вышку на боте. Пошли на свап и убили Лекариша. А Лекариш был уверен, что у него все получится, как говорится, выжить. Кладной, конечно, заработали на один объект больше, но при этом потеряли игрока. Размена у нас Геральтка на Дрейка происходит сейчас. Там Клауд Дрейк, по-моему, да, Клауд. Ловит Дженсона. Дженсона пытается выпрыгнуть, но не дает ему Еве выпрыгнуть. Прыжочек еще. Что творит этот канадец, да? Ну правда он не канадец, это датчанин. Что творит этот датчанин, ребят? Первый раз не получилось выпрыгнуть. Сработала пассивка. Он сымитировал убегание в ту сторону. Все игроки команды ДФМ вышли из кустов, будучи уверены, что сейчас уже легкий килл. И тут он резко возвращается на предначальную точку, флэшается и прыгает через ульту через стенку. И что-то как-то ДФМы сами, по-моему, не ожидали, что так можно уйти было. А это нерв Камилы в патче, по-моему, 7.9 или 7.10, что-то такое. Нерв Камилы, когда произошел, ульту ей уменьшили время задержания игрока внутри. Помните, она раньше держала игроков внутри 6 секунд, сейчас держит, по-моему, только 4 секунды. А раньше ее ульта была жестче. То есть 6 секунд и держит человека внутри. 2.1 плюс 2000, но Сники все еще не снял. Все еще, ребят, не снял. Как только Сники снимет, вот тогда игра начнется у команды Cloud9. Пока еще есть куда переживать болельщикам команды Cloud9 и одновременно с этим там американским болельщикам. Потому что американцы пока без проигрыша на этом чемпионате мира, ни одного поражения. Ну, правда, от Cloud9 уже все привыкли это ждать. Сники сколько? 380! Ё-моё, там уже почти 2 штуки. Просто на одном Дрейвене 2 штуки висит. Вы понимаете, это как шатдаун снять сейчас Дрейвена команде DFM надо. Только это шатдаун обратный. Вам надо убить это, иначе... Ой-ой-ой! Ну, там проглот есть. Да-да-да. Успевает. Там столько денег лежит на нем. И Цероза страдает. В этот раз уже Дженсона вот жестко так продавливает. Стилл был рядом. Хотел он, видимо, сделать ол-ин по Лебланке, но уже жалеет о том, что он тут вообще задумался о том, чтобы делать ол-ин по Лебланке. Блабер прокрывает постоянно Сники. Ну, это работа такая вокруг Дрейвена. Вот так вот обычно играет вокруг Дрейвена до конца. То есть плевать на все. Это опять же про команду КЛГ. Я вспоминаю, которую сегодня Дрейвену даже заработали килл. Но сыграть дальше через него не захотели. Сколько золота за один стак? Там в два раза больше будет сумма. Там есть точное число и плюс умноженное на два. Хороший хук. Ловит здесь. Виведа откидывает. Идет Ноктер на ульта, но правда он никуда не летит. Просто выключил свет и вызвал Геральт. Очень странный ход от него. В этот момент Блабер не пускает никуда эту Геральт. Что-то какой-то бред сейчас был сделан от команды японской. Хук не попадает. Зайзл. Но там получается у него сейчас на руках где-то не 2000, это я так уже, конечно, утрирую совсем жестко. У него сейчас на руках где-то 1400. Вот у Дрейвена где-то 1200-1400. Там точно я посчитать не могу. Истаки продолжает набираться, понимаете, да, они бесконечно набираются. И команда Клаудэн как бы даже ничем не рискует. Потому что как-то вероятность умереть Снеки от Тамкенча и Эза крайне мала. А Ноктер только что ульту потратил. 2-1, 2000 преимущества. Дрейвен продолжает избивать Ютопона. Ютопон у нас без армора, да? Без армора. Просто у Снеки, видимо, деньги есть на руках уже. И предмет, который один у него есть, он незначительно увеличивает ему урон. Пора уже Снеки реколиться. Он давно здесь без маны стоит. Фонарь ему прожимает, он ловит последний топор, зарабатывает еще один стак и уходит. Команда Клаудэн спокойно запустила 3-1-1 сплитпуш. Ждут они возможного момента, когда они смогут все же сделать это убийство. И, по сути, это будет концом для команды ДФМ. Если же ДФМ убьют Дрейвена, игра у них только продолжится. То есть это не будет говорить о том, что они выиграли сразу партию. Они как раз сейчас в таком положении подвесном. Если, конечно, игра продлится еще 20 минут при таком же счете, тогда, да, там уже Дрейвен, не заработавший килл, так и останется бесполезным. Была одна игра в Европе, если я правильно помню, и если я тоже правильно помню, кто это был, это был Хярнан. Играл он, за какую команду, сейчас сказать точно не смогу, но там тоже был Дрейвен. И игра была со счетом 6-6 на 38-й минуте. Дрейвен так ни разу убийство и не сделал. А убийство он мог сделать на 25-й минуте. И после этого матча минус Дженсен. Тут никак не выжить. Три игрока в него просто ворвались. Но Клаудайны за это мид могут попытаться сломать. Правда, пока очень легко. Я задпушил всех этих крипов. Зато Клаудайны, как видите, продавливают дальше ботом. В плюс по фарму уходит Ликариша. А я вернусь к мысли про тогда Хярнана Дрейвенского. Он после матча сказал, что если бы они на 25-й минуте тогда ему килл урвали, где он получил ассист, они бы выиграли этот матч вообще без шансов для оппонентов. Но так как он тогда килл не получил, и так игра затянулась до 38-й минуты, Дрейвен так и бегал с 0 убийствами и с 0 смертями. Там у него типа 0-0-3 была статистика. И это была GGVP, как говорится. Ну и умер в итоге Дрейвен, сделав одно убийство, но уже когда игра заканчивалась. То есть у него был и так фулл предмет, и он сделал убийство, а умер, конец. У Ксена тем временем идея пойти в стерак, а не в Тринити Форс, как многие делают. Клаудайны же сами смещаются на дракона. Дженсона убили, но тогда потратили 2 ульты на его убийство. И сейчас Калаудайна могут спокойно делать дракона, потому что, по сути, они не рискуют потери никого из игроков. Там 510 уже, да, там уже за пятихатку ушло число, то есть у него теперь уже точно полторы тысячи на руках висит. Ухмылка Сники, смотрите, вот вебку показывают нам, если там заизал напряжен, там Вивит тоже напряжен. Когда показывают Сники, у него там улыбка такая на лице, потому что он видит эти стаки и понимает, что его убить сейчас никто не может. Пока Ноктюрн и Камила делают ульты в Дженсона, пока они пытаются их, вот, Дженсона убивать, они опять, кстати, за ним гонятся. А, ничем... Дженсон догадался, кстати, что за ним гонятся. Нет, не догадался. Ну, сейчас попытается убежать. Флэш ульта Ноктюрна. Он не видит его. Увидел и... Красивые полеты Ноктюрна. Ноктюрн Эйрлайнс, добро пожаловать, Дженсон, в японское государство. Полетал он туда-обратно, ульту, а, правда, еще Синдра долетела ему в лицо, и в итоге Синдра получила это убийство, а не Ноктюрн, но выглядело забавно. Дженсон продлевал свою жизнь как мог, ребят. Outplayed, просто outplayed. Сники решил тут дать автоотачку. Опа, минус флэш. Но, правда, флэш потратил и Еви. Еви пытался через Ешку ворваться с таном, не получилось. Команде Cloud9, мне кажется, надо попытаться сейчас пятером объединиться на меде и организовать это убийство одно для Сники. И дальше он уже сам будет давить. Сейчас просто у Сники нет преимущества по предмету, у него тупо вся его пассивка на руках. И он говорит, ребят, придите, дайте мне килл. И все. И я выиграю вам эту игру. Потому что сейчас, смотрите, вот он дает автоатаку, а вышку не убивает. По Юпону он дал автоатаку. И такой же урон по Ютопону, как и Ютопон по нему в ответ нанес. И нам будет показывать супер повтор, где... Мне показалось на секунду, что Дженсон осознал, что его окружают. Но не тут-то было. А Нактюрну хватило рейнджа и... Там говорят, что Кьюти Пай недавно сделал 2000 золота за дрейвенскую пассивку. Ну, Кьюти Пай, да, он наверняка в соло-ку такие моменты выбивал себе. 2-0 стал 2-3 счет. Да, не получается у Дженсона сплитпушить адекватно. Его уже два раза поймали, убили. И одна была еще смерть... Кто у нас там умирал-то? А, Ургота за товардайвили. Да, там был 2-0, все вспомнили. Это было начало. Когда они размен вышками, это нормально было. Ургота смерть тут, она не учитывается. Так что 2-1. 2-1 ушли на 3-1-1. Команда Клауд Найн, вместо того, чтобы дрейвену попытаться дать усиление при помощи убийств. И закончилось это все вот таким вот счетом. Теперь уже 2-3. По золоту все еще впереди команда Клауд Найн. И дрейвен за 600 зашел только что свою пассивку. Нактюрн смещается. Туда Камила добивает вышку на боте такие. И смещается тоже, наверное, сейчас на медлейн. Поднять аниме за Японию! Выбивает Синикет. Пинковский, Вардецкий. Хотят вышку сломать, может быть, на топе. Но Сирос точно боится, что его может Ксин убить. Он боится подойти к этому кусту, потому что знает, насколько далеко может прыгать Лебланка. И прекрасно понимает, что Ксин тоже как бы не хухре-мохре. Клауд, наверное, продавить вышку не смогли. Побить ее чуть-чуть побили. И будут они устраивать ловушку или нет. Вот в чем вопрос. Потому что уже Камила идет на контр-действие. И туда же пришел Нактюрн. Продолжает работать вокруг Дженсона команда ДФМ. Они исходят из того, что Клаудайна не пытается усилить Дрейвена. А мы будем продолжать вводить в тильт Дженсона. Мол, сделаем из Дженсона 0-3. И он перестанет играть. Хотя пока это, ну, такое, знаете, маловероятное событие. Чего ему не играть-то? Но он сам сейчас ушел от стоп-лейна. Дальше решил не оставаться. И в пятером команда Клаудайна решила раздавить, наконец-то, мидлайн вышку. Пошла изовская ульта. И это минус вышка на миде. Дженсона не достает ни до кого цепью. Ну, просто убили вышку на миде. Убить никого не смогли. Шансов, да, у японцев больше выиграть лейтгейм. Вчера, например, позавчера, когда команда Клаудайна играла против японцев, у Клаудайна был сильнее лейтгейм. В этот раз наоборот все. Но тут еще лейтгейм-то не стопроцентная победа. Я уже говорил вот тут. Я, честно, вот этот матчап плохо знаю Камилы Ургот. Если он такой же, как Камила Шен, то только 55% я дам ДФМ. А если, ну и то это, если Дрейвен сейчас не получит килла себе и не уйдет сразу в фул предметы. Я чувствую, что если Дрейвен сейчас делает убийство, он сразу в фул предметы себе купит. У него появятся законченные 4 предмета мгновенно. У него 650 стаков. Поднимает он тут красный баф себе в преддверии как раз дракона инфернального. Но, правда, по-моему, он не успеет этот красный баф сохраниться. И у нас появился Заки. Вот как раз один из вариантов, когда надо брать Заки. Это вот я про трэша показываю. Вместо Найт Вова он взял как раз, чтобы усилить Дрейвенскую пассивку. Взял Заки, чтобы через свою ульту и Дрейвен ульту вы усиливали пассивку. А когда Кайса, наверное, лучше все же танковости добавить Найт Вова. Команда главная тупо стартует на Шора. Это очень странный такой Найт Шор. Уверены они, видимо, что никак стил не сможет их обокрасть. Пошла Камильская телепортация. И это был блеф. Отменяет тут же на Шора команда Клауд Найт. Получили преимущество телепорта Камилы себе в карман. То есть Камилы без ТП. Ликариш, извините. С телепортацией. И Дженсен идет сразу на тупо лайн, дал омывать вышку. Правда, вышка на миде, скорее всего, из-за этого упадет там, да. Дрейвен хоть и дал ульту, только что нам показали, но зачистить крипов не успел. Ну, ТП сняли из Камилы, это тоже, как бы, дорогого стоит. Сколько денег у Сники? Сники-то как раз денег не так много. У него стаков много. И он еще ни разу не умер. И эти стаки с самого начала игры висят. По Урготу идет инициация. О, это может быть плохо. Это очень плохо может закончиться для японцев, потому что они делают слишком агрессивную инициацию. Там же есть Ксин. Ксин ставит свою ульту, остается в живых. Минус. И Дрейвен зарабатывает полторы тысячи только с пассивки. Прилетела ему руками. Команда Клауд Найт мгновенно ушла вперед по золоту. В Дженсена пошла инициация, но он по Джонни своей выживает. Японцы пытаются сделать убийство через Еви, через Ютопона. Но это получится ли? Получается. И пошла еще. Кушка не попадает. 5-6. Трипл келл делает Ютопон. Классно отыграл он в этом тимфайте. Хорошо позиционировал. Максимально наносил урон. Команда Клауд Найт по золоту вышла вперед на полторы тысячи. Но все эти деньги на Дрейвене теперь. Успел он перед своей смертью, так сказать, Дрейвен. Обналичится. И с бэка теперь будут предметы. То есть не забывайте, что сейчас у Клауд Найнов не было предметов. Но я почему говорил, что это плохо. Там узкое пространство. Идеально для Ксена. Ксен просто сделал врыв. Поставил свою ульту. И урон не получал от Дрейвен. Успевает сделать килл. Потом Кенчу и Дженсен еще сбоку смог подойти. Правда Ютопон забирает Инфернала. Для своей команды. И здесь врывчик вроде неплохой, но Ютопона убить они не смогли. Убили только Еви. Но сейчас у Дрейвена с одной стороны Пауэр Спайк наступил. С другой стороны у Эза тоже есть Пауэр Спайк. Свой сам по себе. Мидгеймовый. То есть вроде они так смогли остановить Дрейвена, если так задуматься. Японцы-то. Они не дали Дрейвену уйти далеко вперед. Посмотрите, Дрейвен только идет плюс 300 золота от Эза, потому что Эза заработал здесь шатдаун, но он не снял с Лебланки. Да, Лебланка у нас просто два убийства сделала. Просто он заработал три убийства. Это 900 золота. Ловушку устраивает Клауд Найны, имитирует, что они забирают на Шора в очередной раз. Помните, Камила теперь не может идти на сплитпуш, пока у нее нет телепорта, поэтому она обитает постоянно на меде. Тем временем Клауд Найны видят, что там пинкварт поставили защитной команды ДФМ, выбивает его и пытаются дальше играть через пик сетап. У них есть трэш, не забывайте об этом. У них есть хорошая лекариша ульта и лекариша вместе с Зайзалом зонят стила. Хотят, видимо, до конца уже работать, но он от Зайзала до конца уже здесь подработает. Да, он дает ульту, хукает стила, стил полететь хочет туда внутрь, пока ждет со своей ультой. Прыгает Блабер, пытается закончить и проигрывает смайт войну. Но Древен зарабатывает еще одно убийство, и команда Клауд Найн зарабатывает два убийства. Но на Шорбаф уходит за японцами. Проигрывает Блабер у нас смайт войну, и мне непонятно, почему он ульту не нажал. Ведь можно было просто заденать это все через ульту свою, но он побоялся, видимо, что слишком близко подойдет к стенке и не успеет тупо ничего сделать, его могут застанеть. Синдра своровала, да. Ну, у Синдра, кстати, много урона. Ну, как бы это не защита Блабера, это просто, по логике говорю, у него действительно много урона. Конечно, это никаким образом не оправдывает Блабера, это его ошибка. Он тут спокойно мог дожидаться именно того числа, которое нужно, учитывая, что Стилл туда не летел воровать. 7-6, плюс 1000 золота команды Клауд Найн, они только что вроде убили двух игроков, но при этом отдали на Шора полторы тысячи, еще вышку забрали сверху. Добил-таки ее Дженсен. Что-то стреляет Барона очень часто, да, да. Барон очень слабый получился в этом сезоне, и Риуты хотели этого добиться. Давайте скажем прямо, когда они ослабляли Барона, они сказали, что Барон стал большой неприятностью для большинства команд, поэтому его забирают только когда имеют супер преимущество, поэтому мы хотим его ослабить. И ослабив его, получилось так, что почти все команды могут теперь потерять Барона в любой момент. Да, он смайт нажал на 1200. Понятное дело, там вообще даже близко он не мог снять 1200 смайт, тем более, что он 14 уровень. Там было 780-760, по-моему, урона у смайта в этой стадии игры. И сверху прилетело на 500 урона дамаг. Довольные японцы показывают нам их. Не очень довольны бразильцы, вы видели, да? Довольные японцы и недовольные бразильцы. Сначала нам показали бразильцев, потому что они всей командой смотрят и понимают, что если Cloud9 сейчас проиграют японцам, скажем так, немножко Бразилия остается без матча своего. А, так вот, зачем нам историю эту давали? Типа, что Cloud9 исторически обязаны команде Kabum. Я теперь осознал, зачем нам показывали тот матч. Мол, Cloud9 обязаны Kabum подарить вот этот тайбрейк. Ведь они им дарили... Ну, тут ГГВП просто. Легчайший кейл. Легчайший кейл на стиле. Он зря туда полетел. А не, он отслышивается, остается в живых. Правда, Еви вынужден был пожертвовать собой. Да, Красного догорает! Ноктюрный Еви, большие неприятности. Сики даже не участвует в этом сражении. Только сейчас пришел и спрашивает. Че, кого бить? Где здесь урон наносить? Дает он автоатаку по Явивиду, но тот остается в живых. Cloud9, правда, ничего за это забрать не смогли. Хотя классных два убийства сделали. А толку от этого. На шортба все еще у ДФМов они сохранили хороший пак на топе, хороший пак на боте и пак на меде. Подпушивают. Японцы стали... Да, согласен. Японцы стали полной неожиданностью на этом чемпионате мира. Своей невероятной игрой. И учитывая, что никто за их лигой не следит, скажу, как и другой, наверное, любой другой скажу правду, я не следил за их лигой. Если за Ассешнгеймингами я смотрел их полуфиналы и смотрел финалы, и видел, как они там стомпят всех. Я ожидал от них хорошей игры. И они вроде игру-то показали неплохую. Они хоть и 0-2 проиграли пока что, но игру сами показывают очень агрессивную в первые 15 минут. Дженсона ловят. Он не знает этого. Он идет. О, он еще и прыгает в них. Ой, Дженсон. Ну что за... Че это было? То японцы в своей лиге, в которой они и так обычно побеждают. Одна и та же команда там вечно побеждает. Ты как бы ожидаешь, что... Ну, побеждают и побеждают. И че дальше? Как бы че это нам даст? Ну, посмотреть финал там можно было, наверное. Хотя я не думаю, что что-то бы это изменило. Учитывая, что финал, если я правильно помню, закончился со счетом 3-1, да? Да, 3-1. Все верно. Они победили команду. А какую команду мне не написано, какую они победили. Че-то Дженсон лебланится. Мне кажется, в этой игре немножко минус вышка происходит. Команда Cloud9 сравнялась по вышкам с противниками своими. У тех Тир-2 на меде стоит, у Cloud9 в Тир-2 на боте. Все еще сохранено. Но там Инфернал Дрейк, Дженсон все еще не воскрес, и команда Cloud9 отдает второго Инфернала. И вот теперь Лайтгейм жесткий за командой DFM. Клауд Найном уже затягивать игру не очень хочется. Лайтгейм наступит, по сути, через 2-3 минутки. И тут уже все чемпионы начинают выходить в свои последние предметы. И вот тут проблема. У Cloud9 слабее сетап. Был изначально 55-60% я давал не им, а DFM. А теперь еще и 2 Инфернала не на их стороне. У них бесполезная Лебланк, потому что она никого убить сейчас не сможет. У них Дрейвен, у которого нет даже пассивки. Да, там Эз тоже слабый. Но Дрейвена-то можно зафокусить через Ноктюрна, через Камилу. И вот она, Камила. Ее никто убить не сможет. Но ловушки пытаются Cloud9 сейчас выстраивать. Все же у них есть трэш, и они хотят использовать трэша по максимуму. Плюс у них есть два Гардиан Энджела сейчас. И вот эти Гардианы могут сыграть свою роль. Но если японцы одерживают победу, Гамбиты... Ой, Гамбиты. Cloud9 подводит немножко команду из Бразилии. Интересно, вот сегодня интервью давал Empty, джанглер команды G-Rex. У него спросили, какую команду он бы хотел из Тир-2 себе в противники. И он сказал, что он очень не хочет команду G-2. Он не хочет себе турков. Ну, то есть, ни одной из этих команд из этой группы. И он не хочет японцев. Вот такая вот интересная у него... Страх, страх. Боится он эти команды. Говорит, не хочу играть против японцев. Черт с ними. Какие-то непонятные для нас. Как же, наверное, Кабума сейчас топит за облачка. Ну, да, так же, как Cloud9 оттопили за Кабум тогда. Ну, японцы молодцы, конечно. Красавцы. Правда, вот сегодня они против Кабума отлетели довольно легко и быстро. А Cloud9 продолжает как-то... На расслабоне играть. Ну, правда, здесь они решили сыграть агрессивный пик на боте через Дрейвена. Этот агрессивный пик не смогли реализовать, потому что и Дженсен не смог нормально продавить Синдеру. И очень много времени Блабер провел на ботлайне. И чувствовалось, что Блабер мало играет на ботлайне. Стан! Хороший! По трэшу трэш вынужден отслышиваться. Блабер прыгает, дает свое ульто. Хук пошел. Какое-то мясо творится. Минус первый Guardian Angel. Минус второй Guardian Angel сейчас может быть. В Жоньку, пока у нас уходит на время, Лебланк. И выживает Лебланк. Выживает Снеки. Снеки убивает первого игрока. Переключается на второго игрока. Снеки идет дальше. Ютапон спрашивает, какого хрена он еще жив? И это, ребят, минус три. Четыре игрока даже команды DFM. Там умирает от Лебланки. Еще и Вивита остается только Еви. Да, он жив, потому что никто его не зафокусил. У вас Тауэр Дайверы. У вас... Ну, Дайверы, извините. Не Тауэр Дайвер, оговорился. Это игра, ребят, за командой Cloud9. И у нас будет переигровка. У нас будет матч дополнительной Японии против Бразилии. Ну, а к японцам у меня вопрос по тимфайту финальному. Какого хрена вы фокусите Ксена? У вас три чемпиона, которые могут просто сесть на Дрейвена. Почему вы его не трогаете? У вас даже Эз может прыгнуть на Дрейвена. Снимите с него Guardian Angel. И потом его добиваете ценой двух игроков. Тем более у них тоже Guardian Angel были. Но это была ошибка, ребят. Я в этом тимфайте в узком пространстве. Хороший стан они по трэшу прописали. Но убить трэша не смогли. И трэш успел поставить свою льту, которую не дал никуда пройти. А Ксин, молодец, он ворвался. Принял на себя урон. Умер. И говорят, ну, не страшно, у меня сейчас я воскресну снова. Они меня два раза будут убивать. Cloud9 не с томпами, скажем прямо, не с томпами, но прошли 4-0 через групповую стадию. Как и команда JREX, абсолютным лидером этой группы становятся. И ждут своего противника. Сегодня на ИНК будет у них тоже брать интервью. Спросят, кого они себе хотят завтра на жеребьевке. Ну, послушаем это в перерыве. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...